Некоторый процент писем, которые приходят мне, пишут люди из ЛГБТ-сообщества России всегда с одним практически и тем же вопросом. Как вы думаете, если я попробую уехать в Германию, потому что я гей или лесбиянка, получится ли мне получить там убежище? Сейчас вы посмотрите небольшой кусочек из ролика одной девушки, которая на протяжении нескольких лет знакома и общается с парой гомосексуальных парней из России. Как раз таки это такой типичный случай, когда два молодых человека, будучи уже много лет в отношениях, попробовали свою удачу в Германию и у них все получилось. Им дали убежище, они устроились, сняли квартиру и вот через два года один из них уже обучается на фитнес-тренера, а другой, судя по всему, нашел работу и зарабатывает деньги. Я надеюсь, автор ролика не обидится на меня, я, конечно же, даю ссылку на ее канал. Ну а тем, кто раздумывает, что я хочу сказать. Поехать в Германию в принципе не так уж дорого. Это не перелет в Бразилию, в Японию или в Соединенные Штаты, то есть то, что стоит очень больших денег. Можно подобрать момент, когда есть хороший ангибот, то есть предложение, и приехать, попробовать свои силы. Бесполезно спрашивать, получится у меня или нет. Я не знаю, как настроены сейчас немецкие чиновники. Но на примере этой пары вы видите, что все возможно. Я всегда говорю, что в такие моменты важно все. В каком городе вы обратились за убежищем, какова ваша история, как вы сами выглядели в этот момент, были ли вы убедительны. Или, может быть, у вас есть какая-то история преследования, что тоже вам, конечно же, поможет. Поэтому, если что-то подобное было, кто-то вас оскорбил, что-то написал на вашей двери, может быть, вас недавно уволили с работы, все это можно рассказать и, естественно, просить возможность вам остаться, работать и учиться. Что вы нормальный, благополучный человек. И единственная проблема нахождения в России – это то, что вам мешают жить из-за вашей сексуальной ориентации. Хотела вообще начать видео с того, что у нас так сложилась с вами судьба. Что начали снимать видео с вами с самого начала вашего пути практически. Да, ну я считаю там беженство. Когда мы встретились, вы рассказывали о том, что вы хотите найти квартиру, когда получите статус там и пойти делать аутбилдинг. В первую очередь, после изменения, после получения статуса, мы имеем право получить много бумаг, которые помогут нам найти квартиру. Надеюсь, мы, может быть, сможем ее найти еще раньше. Второе действие – мы пойдем учиться на интеграционные курсы, чтобы быстрее получить аутбилдинг. Потом мы с вами встретились, когда вы нашли квартиру без статуса. Ребята, расскажите самые какие-то главные новости, которые случились с нашей последней встречи. Что у вас происходит с жизнью? С последней встречи? Ну что, мы сняли квартиру. Это самое прикольное, самое главное, что мы сняли в центре самого Дюссельдорфа. 10 минут от Альштадта, 10 минут от набережной. Поэтому мы очень счастливы и очень круто все. Ровно год назад вы пригласили нас на вечеринку, на воселье. На воселье, да. Вы уже тогда обустроились. И вот сейчас, уже спустя год, вы можете сказать, какие изменения, самое главное, что такое произошло за это время? Самое главное изменение наше, что я нашел аутбилдинг, Вадик. Я почти нашел работу, точнее я нашел работу, но я жду разрешения на работу. Ты помнишь, в видео сказал, что ты хочешь пожарником быть? Я буду пожарным, Вадик пока еще думает о своей профессии. Да, я хотел быть пожарником, но оказалось, что без статуса очень сложно это сделать. Туда чуть ли не огромные очереди, в эту пожарную службу, где она есть в Германии бесплатная и есть платная. То есть, где ты платят деньги, где ты волонтером по типу работаешь. Но даже волонтером очень сложно устроиться. Да, но волонтером даже трудно устроиться. Тем более без немецкого языка, соответственно, там стрессовая ситуация, нужно знать немецкий язык. Но волей судьбы, когда я пошел учить немецкий язык, то есть мы пошли на курсы, мне предложили в одной из... Ну это агентрофия Абайт, это по центру занятости по Дюссельдорфу. Мне предложили пойти выучить язык до уровня Ацвай, ну то есть это бесплатный курс, то есть все. Я пришел, и мне там был месяц обучения языку и месяц... Между вами такой зазор. Да, да, мы как-то так делись. Подвигайся ко мне. Подвигайся ко мне. Да. Теплое домашнее видео. Это тогда чуть ли не. Да, я, кстати, уже думаю, может канал назвать Катей и Геей, потому что это... Столько у меня видео с Геями. Вот, там был месяц обучения немецкому языку и месяц практики на предприятии каком-лимеме. Я сразу сказал о том, что я хочу уже, если не двигаться ни в пожарном направлении, то я хочу быть фитнес-тренерами. То есть мне очень много, Вадик очень много говорил в моей жизни, что это мое, потому что многие люди спрашивают, многие мне помогали, и почему бы это не превратить ее в смысл жизни, чтобы... Года три я тебе говорил. Года три он мне говорил об этом, да. Вот, после того, как я прошел обучение немецкому языку, соответственно, я пришел на практику, и мне на этой практике на третий день предложили Ausbildung. То есть... Да, надо объяснить, что такое Ausbildung для зрителей, которые не знают, что это. В Германии есть такая... Система обучения. Система обучения, вот я тоже прохожу, есть видео на моем канале, можете посмотреть, там, Dualis Studium и Ausbildung. Это работа, ну, как практика, работа и учеба. Я нашел сейчас работу, мы подали документы в начале декабря с моим работодателем, но ведомство по труду мне давало отказ, потому что зарплата на ту должность, на которую я иду, по контракту была меньше, чем среднестатистическая по Германии. И мне сказали, что либо повышают оплату, либо позитива не будет в этом отношении. Отказ от работы? Да, отказ в разрешении там работать, в этой организации. Поскольку во мне очень заинтересованные ребята, они переделали контракт вместе со мной, за что им огромное спасибо. И теперь вот мы повторно подали опять документы и опять сидим ждем. Ты моя умничка. Да. Я буду денежку приносить домой. В прямом эфире, пока я не забыла, спрашивали про секс-вечеринки. Разбавить серьезную тему и хотя бы... Ох, секс-вечеринки в Германии прекрасно. Да, много чего можно вспомнить, но нечего рассказать. Но это в Берлине, да? Это проходит везде. В Кельне, в Кельне, Дюссельдов, Берлин. Это самые масштабные экстремы. Не знаю, заметили ли вы, но из ролика понятно, что вот этот парень с бородой, Антон, он приехал вообще без какого-либо знания языка. И уже в Германии получил языковой курс, вот буквально начальный, Анфига. И он надеялся все равно получить место для учебы и получил его. Окей. Он не стал пожарным, как собирался, но фитнес-тренером. Я уверен, что у них в жизни все будет хорошо. Если они не будут нарушать закон, то через 5 лет получат свое ПМЖ. Ну, а еще через 3 года могут получить гражданство, если им это нужно. Ну, а ко всем остальным, кто не является ЛГБТ. Кстати, вдруг, если кто-то не знает, ЛГБТ – это сообщество лесбиянки, геи, бисексуалы и транвеститы. Если люди, кто не относятся к этой категории, мне хотелось бы спросить, а чем мешали, собственно говоря, эти парни в своей стране? Ну, неужели настолько они отвратительны? Или, скажем так, кому какое дело, чем они занимаются, живут ли они вдвоем или каждый в своей отдельной квартире? На мой взгляд, это нормальные, адекватные парни, не похожие на бомжей или каких-то моральных уродов. И я рад, что моя страна приняла этих ребят. Такие ребята, чем бы они там ни занимались, нам пригодятся. Еще один вопрос был у меня как-то, и я даю ссылку на блог вот этого транспарня. Это была девушка в России, он переехал в Германию, и затем начался долгий процесс трансформации пола с женского в мужское, все у него получилось. И самое главное, то, о чем он поминает в своих блогах. В России подобная операция стоила бы ему колоссальных денег, как и сам процесс, естественно, принятия гормонов, удаления молочных желез и так далее. В Германии же это тоже стоило ему моральных затрат и всего прочего. Естественно, он знал, он шел на это. Но основные операции оплатила медицинская страховка. В общей сложности это стоило около 40 тысяч евро, и он очень рад, что здесь, в этой стране, это считается необходимой операцией, если человек настаивает на этом. Он проходит предварительно обследование у психолога, это длительный многолетний процесс. Но вот как вы видите результат. Была какая-то девушка, где-то он показывал свою фотографию, и теперь это довольно симпатичный, успешный парень, который недавно женился. Итак, эта страна предоставляет возможность людям подобной категории жить полноценной жизнью. Если вы относитесь к ним, то я бы на вашем месте попытался. Ну, по крайней мере, если вам откажут, билет на самолет все-таки не стоит таких баснословных денег, чтобы не попробовать. Самое главное, что вы должны помнить, если вы настроены конкретно на Германию, то, конечно, как всегда, изучаете немецкий язык, это вам очень поможет. И второе, если вы хотите просить убежище в европейской стране, то вы должны просить именно там, где вы пересечете границу. Значит, если вы настроены на Германию, вы должны лететь непосредственно в Германию. Какую визу вы получите, это ваша проблема. Будет ли это туристическая виза, либо еще какая-то. Но, если вы, скажем, пересечете границу где-нибудь во Франции, в Литве, в Латвии, в Дании, где, может быть, получить визу проще, а затем как-нибудь на машине, на автобусе, на поезде доберетесь до Германии, то в Германии вас не примут. Вас отправят туда, где вы конкретно пересекли границу. Считается, что беженцы должны непосредственно там просить убежище. Поэтому потрудитесь получить немецкую визу, если вы настроены на Германию. И тогда пытайтесь. Еще я бы сказал, попытайтесь в нескольких городах. В одном не получится, езжайте в еще один и пробуйте. Если в двух-трех местах вам откажут, что ж, возвращайтесь домой. По крайней мере, вы попробовали. Но, как мы видим на этом примере, людей принимают без особых сложностей. Они в одном из роликов рассказывают об этом. И у них здесь начинается своя отдельная новая жизнь. А последняя, помнишь, фотографию, то, что Алла выложила для итальянского бога? Да, мы снялись в фотосете для итальянского бога. А, и в Инстаграме, да. И фотограф разместил у себя в Инстаграме на эту фотографию. Так фотографы начали поливать грязью. А, русскоязычные? Да, русскоязычные. Там чуть ли не старые. Идем комментарии. Ой, никак не привыкну, что я живу в Европе. Да, кстати. Зачем пишут? Если вы люди, которые такое пишут, зачем это пишете? Да, напишите в комментариях, зачем вы там пишете такое. Вам легче от этого? Или вас как-то обидели геи? Или что-то еще? Мы придем к тебе. Она даже не пугает. Граждую ночь будет. А, а есть еще отличное, что там... Я вчера зачитал заговор против гея. А, да, кстати. Есть реально. Есть реально книжка, прям фотография книжки есть, о том, что есть заговор против гея. Подойти к гею. Подойти к гею. Там было, я не помню, какие даже слова там, допустим. Подойти к гею, стать к нему лицом сначала. Стать к нему лицом, но ни в коем случае не поворачиваться с задницей. Вот. И прочитать заговор. То есть, геи, ты меня не трогай, что-то там, да-да, имя насущное. Короче, если гомофобу вам интересно будет, если вам будет заговор интересен, я специально для вас найду его и готов с вами поделиться. А самое главное... Это не шутка, это действительно выпущенный РПЦ. Да, а самое главное, что в конце этого обряда нужно взять палку и очень мягенько побить гея. Поэтому я думаю, что вы будете в восторге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok